Здравствуйте, дорогие друзья, с вами клинический психолог Артем Салимов и это мой канал о психологии и психотерапии. В этом видео давайте поговорим с вами о нашумевшем деле в Казахстане, а именно убийство жены экс-министра национальной экономики Республики Казахстан Куандыка Бешимбаева. Его обвиняют в убийстве собственной жены Салтанат Нукеновой. Есть в интернете эти самые мрачные кадры, как он ее избивал и вследствие этих самых ударов по лицу, и как сам говорит Куандык, она упала пьяная на унитаз и ее голова отскочила об унитаз несколько раз. И так вот у нее посинело лицо и обширные гематомы, и вот так она именно и умерла. Подскользнулась и упала головой об унитаз. Мне мои постоянные зрители спрашивали, что я думаю по этому поводу. Я, честно, был не в курсе. Если бы не вы, мои дорогие зрители, большое вам спасибо. Напоминаю, что в Ютубе есть целые 11-часовые записи судебных заседаний. Казахстан решил продемонстрировать свою судебно-правовую систему. Давайте с вами поговорим про потерпевшую, ныне покойную Салтанат Нукенову и обвиняемого Куандыка Бешимбаева. Ну, что здесь сказать про него? Мы видим такого типичного антисоциального, дисоциального психопата, что называется. Вот такой обыденный психопат. Что характерно для них, это некий шарм, это некий флёр. И Куандык правда умеет говорить. Обратите внимание на то, как он говорит. Спокойно он рассказывает о каких-то страшных событиях в их жизни. Он не признаёт свою вину. Он не испытывает никаких угрызений совести. Вот как называют этот тип, аморальный тип такой психопатии. Он даже смеялся на некоторых моментах, рассказывая о том, как они конфликтовали, как у них постоянные были взаимные истерики. И ему судья сделал замечание на этой почве. То есть всё воспринимается несколько отстранённо. Вот так вот человек без каких-то моральных принципов. И смотрит на других, как на объект. И одновременно с этим, что и характерно для антисоциальных психопатов, это некое очарование, некий флёр, умение завести беседу, умение очаровывать. И очаровывал он, конечно, султанат своими деньгами, своим богатством, своими какими-то связями. Он ей устраивал различные круизы, отдыхи. Там всякие заморские Мальдивы. И постоянно давал ей денег. Вот всячески строил какую-то сказку. Говорил, что мне нужна такая самая жена, что у меня уже это третий брак. И я хочу сейчас вот одну единственную. Как ты мне нравишься. Что характерно для него, что он из профессорской семьи. И насколько я знаю, он говорит, что отец испортил ему всю жизнь и всю жизнь его матери. Он младший ребёнок из троих. Наверное, он был таким несколько избалованным ребёнком. Вот, может быть, третий ребёнок такой уже желаемый ребёнок. Его всячески избаловали. Папа был у него ректором, по-моему, в каком-то университете. И, понятное дело, что этого мальчика изначально протаскивали по всем социальным ступенькам. Всё выше и выше. Он был даже экс-министром, как мы уже сказали. Экс-министром национальной экономики. То есть имел прямой доступ к большим финансовым ресурсам. Он ранее был уже осуждён. И в целом, как написано во всех учебниках, нарциссы, антисоциальные личности. Для них, вот, за счёт того, что они могут пройти по головам, в том, что у них нет никаких моральных принципов, и есть некая маска нормальности, и маска вот этого сказочного принца достигают часто в жизни каких-то хороших постов, каких-то побед, да, высокого такого социального уровня. И в целом занятие, долгое занятие политикой, оно влияет на личность, да, вот развиваются различные психопатические наклонности, и стероидные, и антисоциальные, и параноидные в том числе, да. Вот, мне, конечно, интересно ещё его про детство, его поглубже покопать, потому что для антисоциального психопата для него характерно чувство ненависти к отцу. И, правило, у таких людей отец был жёсткой доминирующей фигурой в жизни, в жизни ребёнка. Он обесценивал его чувства, обесценивал его желания, его страхи, да, и вот ребёнок как бы заражается вот этим самым бесчувствием, полностью идентифицируясь со своим отцом. Что ещё интересно, что это человек иррационального такого склада. Во-первых, они заключали религиозный брак, а не светский, заключали его два раза. Да, он ещё обращался к самой Салтанат, она занималась астрологией, и ему было интересно, что же такое астрология, как это всё делается. Естественно, он ещё увидел эту самую красивую астрологиню, да, вот они немножко поговорили про астрологию на сессии. Он к ней записался, попал к ней всеми правдами и неправдами, да, вот, то есть вот про это его такую целеустремлённость, про его такую настойчивость и параноидность, да, что вот если есть эта девушка, если есть эта женщина как объект, я всё равно к ней попаду всеми правдами и неправдами. То он сначала к ней хотел напрямую попасть, то потом он попросил через подругу записаться, то есть такой вот очень-очень упёртый мальчик. И что самое интересное, у них не было детей, да, они тоже ходили, он её посылал по врачам, по всяким, они ходили и по всяким там знахарям, шаманам казахским. И ещё вот самое, конечно, что просто волосы, честно, встали дыбом у меня во всех местах, когда он её уже убил, и она лежала на диване в этом самом ресторане. Когда она уже была без сознания, лежала синяя, вся мёртвая, не дышала, и он её будил, да, естественно, она не просыпалась. Его единственное решение было – это позвонить своей знакомой экстрасенсу, чтобы она как-то над ней поколдовала, почитала молитвы, сделала ему предсказание, когда она проснётся. И вот она говорит, я вот сейчас, значит, захожу в астрал, она сейчас просто пьяная, она проспится, ближе к вечеру она проснётся через несколько часов и пойдёт домой. И он говорит, и у меня прям вот как-то даже отлегло, да, вот, то есть такого иррационального склада товарищ, что и любят многие психопаты, и вот использует какую-то вот магию, да. Магия даёт психопату всегда иллюзию власти, иллюзию контроля. Как сторона потерпевшей обвиняет его в том, что он всячески контролировал, и она полностью от него зависела финансово. Сам же он полностью вот всё-всё-всё отрицает, он сам её обвиняет в психической неустойчивости, он сам говорит, что да это она меня доводила, да это у неё с головой проблемы, да это у неё наследственность отягощена, и у отца на самом деле тяжёлое психиатрическое заболевание. Что не подтвердили, что это она его контролировала, всячески его ревновала, заставляла официанта фотографировать его там с партнёрами по бизнесу, вот так вот ей отчитываться. Он её носил на руках, делал всё для неё, не заставлял её ничего делать по дому, и, значит, Салтанат как сыр в масле каталась, а вот он такая бедная несчастная жертва. Его она мучила своими постоянными уходами. Он также утверждает, что Салтанат подверглась сексуальному насилию в 16 лет, да, вот водил её по всяким, по психологам, по психиатрам. Он в Казахстане, из Москвы к ним приезжали специальные психотерапевты, да, и вот за полгода потратил около 15 тысяч долларов на всё это. Интересна вообще вся их история, вот, да, знакомство в том, что, как я сказал, он всеми правдами и неправдами попал, и они съехались вместе, стали жить через три месяца, да. Вот это очень характерно для психопатов, те, которые вербуют буквально свою жертву, вот это идут на пролом, нарушают все границы, не дают человеку адаптироваться, присмотреться в этих самых отношениях. Хочу ли я жить с этим человеком или не хочу, да, сразу забирают её к себе, пили кофе они впервые в его кабинете, когда она была у него в гостях, и он говорит, и там много фотографий на стенах с разными людьми из моей прошлой деятельности, с какими-то там министрами, с президентами, со звёздами, с какими-то знаменитыми политиками, то есть, почему ты её повёл пить кофе в свой кабинет, да, вот, он изначально её стремился всячески очаровать. Подарки, различные, значит, рестораны, Мальдивы, вот, это его шикарная квартира, он говорит, приезжай ко мне, я тебе отдам полный этаж в своём доме, значит, ты вот будешь как во дворце, в такой вот, на самом деле, в золотой клетке. И он ей предложил съездить в кругосветное путешествие на 20 дней, там, в Турцию они ездили, в Азербайджан, в Узбекистан, по-моему, ещё, да, в Ташкент, чтобы вот за 20 дней присмотреться, подходят ли вместе они друг к другу или нет. Это вот ещё один финт его ушами, вот, в стремлении очаровать, полностью контролировать свою такую вот потенциальную жертву, надеть ей ещё больше эти самые розовые очки, но это же роман, на самом деле, курортный. Ведь человек, который в кафе с тобой, а потом гуляет по набережной Стамбула, а потом вы занимаетесь сексом в каком-то замечательном пятизвёздочном номере, и приходит гувернантка, всё это самое убирает после вас, а вы идёте там куда-нибудь на экскурсии или идёте шопиться, но это же не совместная жизнь, это же не совместные там завтраки на кухне, приготовка бутербродов, заваривание чая, стирка носков и так далее. А как я ещё раз говорю, вот я его ставлю в такую полочку антисоциальный тип личности, да, у него есть и нарциссические, конечно же, такие замашки, и истероидные, возможно, да, вот эта вся игра на людях, такая вот его маска и желание, да, вот быть на виду. Те же самые фотографии с знаменитыми людьми, которые он демонстрировал, да, вот всячески, вот он любил, так превозносил себя, там он устроил ещё, по-моему, как-то скандал в ресторане, говорит, вот там на дне рождения своей матери, говорит, это мама министра вообще-то, да, вы должны её обслужить по высшему уровню, то есть вот такая вот завышенная самооценка. В целом же мы у него наблюдаем классическую тёмную триаду, да, это нарциссизм, да, вот такое вот самомнение, гордыня, это так называемый макевиализм, это вот манипуляция, чувство власти, эксплуатация других, некое циничное использование людей как пешек, как фигуры, как шахматы с целью удовлетворения исключительно своих личных желаний и интересов. И мы видим у него асоциальное поведение или психопатию, которая проявляется в его такой вот жестокости, как он её избивал и что он с ней вытворял на протяжении всех их совместной жизни, это очень эгоизм и импульсивность, да, вот отсутствие контроля, самоконтроля. Что мы скажем про салтанат? Ну, сейчас, наверное, в меня полетят всякие помидоры или я потеряю некое количество зрителей, но на самом деле что здесь мы видим? Мы видим здесь вот этот классический треугольник жертва, спасатель и агрессор, да, спасателями выступали и психотерапевты, психологи, и всякие друзья, вот подруги, с которыми она переписывалась, и её брат, был, она была жертва, она выставляется, да, вот сейчас в СМИ как жертва, а он как агрессор. На самом деле вот в этой паре мы видим, что они постоянно менялись местами, они постоянно менялись ролями, то он был жертвой, то был преследователем, то она была жертвой, то она была преследователем, да, преследовательницей. И, конечно, сегодняшний тренд современный вот на такой нагуманизм и на в том, что жертва всегда права, всячески вот, да, всех ругают виктим-блейминге, и как бы вот жертва ответственности несёт. Нет, жертва ответственность несёт за своё поведение. Первый вопрос уже, который мы не можем задать покойной, почему ты не уходила от него, почему ты не ушла? Но ты же была девочка из хорошей семьи, ты же была девочка с деньгами, ты же там занималась своими социальными сетями СММ, ты же принимала людей как астролог, почему ты не ушла, почему ты не пожаловалась своему брату, а лишь писала ему, что тебе жалко своего мужа, что ты его любишь, что не можешь жить без него, что ты клянёшься и так далее, да, вот что ты не сможешь жить, даже если разведёшься, и он, этот твой муж, от которого ты плачешь, и, значит, лечишь синяки, что он делает всё для твоего счастья. Это было в СМСках, это прозвучало в зале суда. То же самое она писала ему, своему мужу в СМС, да, вот я даже тут выписал. Я люблю тебя, но устал от вынужденных выяснений отношений. Я не твоя игрушка, меня шугать не надо, я не слабоумная, я не хочу слушать, что и как мне делать 24 на 7. После каждой ссоры я сутки прихожу в себя, у меня нервные срывы, но я люблю тебя и буду стараться работать над собой. Для меня важно твоё спокойствие и твоё счастье. Зачем ты после того, как он тебя бьёт, возвращаешься к нему в ресторан, а не садишься в машину, не едешь там в гостиницу, не уезжаешь к своим родителям в Павлодар, не едешь к своим подругам, да бог там с ними, с этими вещами, которые он тебе покупал, которые подарил, это можно там в случае чего с курьером передать, да, вот почему ты уходила и возвращалась, уходила и возвращалась, да, вот как говорили, от 8 до 12 раз постоянно вот делала она такие попытки, да, вот то есть отказалась от собственного суверенитета, да, готова была себя улучшать ради любимого человека, полностью переделывать, снимала, как вся типичная жертва, всю ответственность со своей жизни, со своего поведения на агрессора, да, вот он её контролировал, он её полностью спонсировал, он её возил в эти самые шикарные курорты, он ей оплачивал гостиницы, он ей за каждый там мордоболь дарил на утро роликс, и она всё это принимала, да, вот позиция жертвы тоже имеет очень много вторичных осознанных или неосознанных выгод, я не исключаю, что она тоже порой устраивала ему какие-то истерики, она тоже его могла провоцировать, да, вот как некая такая истероидная натура, она наблюдалась у психиатра, он ей поставил пограничное расстройство личности, да, вот которое характеризуется неустойчивостью собственного я, да, вот отсутствует у таких людей вот такая крайне туманная идентичность, кто я, она и не работала, она и ничем особо не занималась, да, и вот вся она такая бедная и несчастная, у неё было много тревог, да, вот она, как говорит сам обвиняемый, она испугалась того, что раньше она была содержанкой одного его знакомого, тоже высокопоставленного человека, значит, вот это всячески её напрягало, и она боялась, да, вот она всячески переживала по каждому поводу, угрожала, алкоголизировалась тоже, да, вот была такой импульсивной, уходила в крайности, то она его идеализировала, Куанбек, ты вот мой бог, ты самый лучший, я буду стараться, как он ей писал в смс-ках, опять ты мне не купила дезодорант, сколько раз тебе говорить, и она ему пишет, ой, прости, я просто хотела попозже, я сегодня вот ещё поработала, прости меня, пожалуйста, сейчас, сейчас закажу, она ему вот со своего знакомства, когда они познакомились у неё на консультации астрологической, кстати, он знака овен, а она знак телец, вот даже астрологически это проигрывается, что это два соседних знака, которые смотрят друг на друга, да, и вот они конфликтуют, потому что овен очень быстрый, динамичный знак, созвездие телец, и знак телец, он на него смотрит, и он его останавливает, и если для овна характерна импульсивность, агрессивность, неумение просчитывать последствия своих поступков, то для телца вот эта тема комфорта, а Салтанат жила в очень хорошем комфорте, да, в золотой клетке каких-то сексуальных манипуляций, да, вот тема денег, нежелание меняться и нежелание как-то жить хуже, да, это их держит, да, вот видите, какая астрология, какая опасная наука, да, вот так вот придёт кто-нибудь на консультацию, и вот потом это такими плохими вещами закончится, и она ему вдруг стала жаловаться на свою несостоявшуюся свадьбу, стала жаловаться там на своих каких-то бывших ухажёров, партнёров, и вот он её так пожалел, да, и они стали строить с ним отношения. Зачем ты, когда вы только стали встречаться, но впервые сделали паузу, вот всё-таки поняли, что, наверное, не совсем подходят друг к другу, зачем ты просишь его отвезти на день рождения к подруге, а потом забрать, а потом вдруг, когда он тебя забирает после этого дня рождения, он тебе предлагает поехать в караоке, и ты соглашаешься, да, вот то есть здесь мы видим созависимые отношения, они не могут, не могли друг без друга, да, и поэтому терапию необходимо было проводить им сначала в паре, да, им однозначно нужна парная терапия, и ещё параллельно с этим индивидуально, индивидуально ему и ей, ну и плюс ещё и медикаментозное тоже вмешательство. И она тоже, она его то обвиняет, то она говорит, он может и не виноват, я не знаю. То есть вот эту амбивалентность её мотивов, вторичные выгоды, её саму, саму её психическую неустойчивость, может быть, её какие-то корыстные мотивы проживания с ним, у неё было много ухажёров вообще, да, она сама такая всегда стремилась к красивой, к хорошей жизни, да, она могла сорить деньгами, она жила полностью за счёт мужчин, которые её содержали. У неё не было детей, а она живёт в мусульманской, в патриархальной стране. И, да, вот отличается таким поведением. То есть мы в её портрете тоже видим некие поведенческие моменты, которые привлекают внимание. Но в целом же такое поведение нисколько не снимает ответственности с агрессора. Бить людей уж, тем более убивать, ни в коем случае нельзя. Ну вот и всё, да, что быстренько можно сказать про них. Будем с нетерпением смотреть за развитием этого дела. В Казахстане, кстати, параллельно с этим уже под этот шумок провели закон о домашнем насилии. И, насколько я знаю, в Казахстане, правда, это была большая проблема. Но вот может быть улучшение в стране и в обществе начнутся вот через эту самую трагедию. Как вы думаете, вы на чьей стороне? Что вы заметили, если смотрели и смотрите это самое нашумевшее дело? Подписывайтесь на мой канал. В пятницу вечером новое видео из рубрики «В постели с психопатом», где мы с вами разберём сексуальность антисоциального типа личности. Также мы поговорим о созависимых отношениях и как из них выйти, как распознать абьюзера, как распознать жертву. Поговорим о виктимности. Всё это будет в отдельных роликах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пересылайте это видео, задавайте ваши вопросы у меня в комментариях. Если вам интересно моё творчество и вы любите то, что я делаю, вы можете поддержать меня финансово или информационно, рассказав о моём канале. О самых замотивированных и интересующихся людей жду на своих консультациях. Я работаю по всему миру. Не забудьте поставить лайк этому ролику и увидимся с вами в новых видео. Всем пока!